Стандарт оказания соцуслуг пожилым людям предполагает визит социального работника пару раз в неделю. Пенсионеру покупают продукты и готовят еду. Большего традиционное сопровождение не предусматривает. Нижегородка Светлана Миртова придумала, как изменить стереотипы социальной помощи пожилым. Те знания, которые я получила в корпоративном бизнесе, они не примененные в социальной отрасли. Совсем. То есть эта отрасль, она как будто отстает от продвинутых технологий, которые есть в финансовой сфере, в промышленной сфере и так далее. И мне очень хотелось это все привнести. О трудностях пожилых людей Светлана знает не понаслышке. Ей самой пришлось ухаживать за несколькими родственниками в последние годы их жизни. Именно тогда и родилась идея проекта новаторского социального обслуживания. Это и уборка квартиры, и постоянное общение с одиноким человеком. Все замечают, все делают, и все обеспечивают, как говорят, чтобы было все хорошо. Я доволен, конечно. Я не знаю, что бы я из них делал. Сейчас в Нижегородской области уже более 800 некоммерческих организаций и предпринимателей, которые оказывают разнообразные услуги. От помощи тяжелобольным и пожилым людям до авторского обучения детей с особенностями здоровья. Задач много, и президент говорит о важности. 10% всех средств, которые выделяет государство, поверьте, это огромные средства, должны быть в руках тех самых социальных предпринимателей, людей неравнодушных, которые оказывают социальную поддержку, такую же, как оказывают государственные органы власти, но чаще даже более качественные. Как передать часть бюджетного финансирования в негосударственный социальный сектор, чтобы услуги авторских социальных организаций для нижегородцев были такими же бесплатными, как и в государственных организациях, обсудили на совещании с социальными предпринимателями. Задача, в первую очередь, сделать так, чтобы этим людям, которые мы будем эти условия оказывать с помощью новых социально ориентированных и коммерческих организаций, дошел до потребителя с самым высоким уровнем. Первые пилотные негосударственные социальные проекты с государственным финансированием запустят в ближайшие месяцы. Качество их работы оценят и специалисты, и сами нижегородцы. Артем Котков, Анастасия Кочного, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.